Привет дорогие мои друзья! Два года назад показывал вам как соединить оптоволокно в домашних условиях. Там в видео мы тянули оптический линк и с обеих сторон устанавливали медиаконвертер. Типа А с одной стороны и типа Б с другой стороны. То есть медиаконвертер цифровой сигнал преобразует в световой, свет передается по оптоволокну и с обратной стороны обратно преобразуется в цифровой сигнал другим медиаконвертером. И вот мне стало интересно, а как же тогда работает оптический кабель HDMI? Я вам показывал, у меня два монитора на рабочем столе, один из них Full HD. И подключен он обычным кабелем HDMI длиной 5 метров. И вот если вместо Full HD монитора подключить 4K монитор, то из-за большой длины кабеля сигнал будет постоянно пропадать. То есть цифровой сигнал чувствителен к длине кабеля, если кабель длинный, он будет теряться периодически. А оптические HDMI кабели продают и по 50 метров длиной, и с ними говорят, все хорошо работает. Так вот, я хочу себе купить 4K монитор и поменять обычный кабель на вот этот оптический. Не знаю, как вам, а мне очень интересно посмотреть. И в этом коротеньком видео я предлагаю нам с вами посмотреть, что же там внутри. Действительно ли кабель оптический? И хотя бы примерно знать хочется, как он устроен. Если обычный HDMI без разницы, какой куда разъем подключать, то в оптическом HDMI кабеле разница есть. Подписан источник и подписан дисплей. По-другому кабель работать не будет. Еще пару лет назад хотел себе такой кабель купить, но тогда они стоили дорого, а сейчас сильно подешевели. Стоимость оптического теперь можно сравнить со стоимостью хорошего обычного кабеля. Если сравнивать с обычным, то оптический тоньше, более гибкий, и вилка у него как-то поаккуратнее смотрится. На целый миллиметр разница по толщине. Все мы с вами что-то печатаем, создаем, строим, тут хоть поломать для разнообразия. Вилка-то летая, и по-другому тут никак содержимое не увидеть. Увидев вилку в таком состоянии, я сразу же вспомнил видео, где мы с вами из обычного компьютерного блока питания делали модульный. И напечатанный корпус с разъемами заливали эпоксидкой. Так вот, тут тоже такой же эпоксидкой, похоже, все залито. Надпись на корпусе видно, TX, то есть передатчик. Открываем, и что мы видим? Обычные кабели припаяны. Неужели обман, и никакой он не оптический? Очень хорошо все залито, разбирается с трудом. Ну вот, разобрали. Кабели у нас подпаяны с одной стороны, переворачиваем, а с другой стороны, по центру, что-то есть, похожее на оптоволокно. Приблизим. Тквость эпоксидку виднеется коричневая, зеленая, оранжевая и вроде бы черная жила. Не просто так тут все качественно залито, чтобы мы эти тонюсенькие волокна случайно не повредили. Ну что, раз уж мы одну сторону разломали с вами, давайте и с другой стороны посмотрим. Тут все очень похоже запечатано, только надпись на разъеме RX. Не буду утомлять вас аналогичным процессом разборки. Во второй раз я был менее осторожен, и при разборке случайно повредил кабель. Ну раз уж повредил, давайте его зачистим что ли и посмотрим как он выглядит. Кабель очень мягкий, изоляция снимается легко. Получается, что кабель гибридный, потому что есть и медные жилы, и четыре оптические, собраны в модуль. Если внимательно присмотреться, на плате написано RX, то есть все-таки не перепутать местами. Вот это технологии, у нас медиаконвертер с одной стороны и с другой есть, в маленьком разъемчике. Если же технологии позволяют делать оптический HDMI кабель, почему тогда не сделают такого же типа оптический Ethernet, на 10 гигабит например. Просто бы из разъема сделали ответвление USB кабель сантиметров 15-20 для питания медиаконвертера. Поделитесь своими мыслями в комментариях, как вы думаете, через HDMI кабель можно данные передавать? Кабель-то жалко, решил я его немножечко заизолентить и проверить на работоспособность. А это, как всегда, остались лишние запчасти. Обычный кабель отключил, и вместо него подключил 5-метровый оптический заизолированный. Теперь делаем ставки, заработает или не заработает. Есть картинка. Как мы с вами сегодня удачно двух зайцев одним ударом. И кабель поменяли на оптический, и любопытство удовлетворили. Кабель отличный оказался, можно брать. Ссылочку оставлю в описании. Спасибо, что смотрели. На этом сегодня все. Подписывайтесь, кто не подписан на канал. Ставьте лайки. Добра вам всем. Удачи. Позитива. Хорошего настроения. С вами был Александр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok